Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу, что первым делом купить для своего Иксбокса. Неважно, что у вас с Иксбокс, Ванна или Иксбокс Серия, в любом случае для вас ролик будет полезен. Перед началом видеоролика ставь лайк, если у тебя Иксбокс, подписывайся на канал, если хотел бы его купить, или у тебя уже есть Иксбокс. И, пожалуй, всё для начала, давайте начнём. Что купить первым делом? Это, пожалуй, один из самых популярных вопросов у тех, кто покупает первый раз Иксбокс. Лично я решил, что три самые важные вещи, это вот такой вот браслетик, чтобы все знали, что вы геймеры, что вы любите Иксбокс. Вот такая вот трёхслойная маска, чтобы вас не штрафовали в общественных местах и также знали, что вы геймер. Смотрите, какая стильная, да? И одна из главных вещей, это вот такая вот подставка для геймпада. Да, окей, я хотел прорекламить свой мерч, я понял, что это вам не зашло, поэтому прорекламлю его в другой раз. И давайте сейчас по-серьёзному. Три самые важные вещи для начинающего Иксбокса, это подписка, гарнитура и батарейки для геймпада. Пожалуй, когда у вас будут три эти вещи, то для начала вам ничего больше не потребуется. Моник, кресло, ещё какую-нибудь штуку я не беру во внимание, поскольку у всех это практически есть. Можно найти телек дома, я не знаю, можно найти табурет и так далее. Начнём, пожалуй, с самого главного, а именно с подписок. Всего их для Иксбокса 4. Это Иксбокс Лайфголд для онлайна, Иксбокс Геймпасс для игр, и Айплей для игр от электроников, и Иксбокс Геймпасс Ультимейт, который включает все подписки, которые я назвал ранее. В этом видео я решил, что я не буду рассказывать про каждую подписку отдельно, потому что я это делал несколько раз. Если хотите, пальните видос, я ставлю вот здесь вот в подсказках. Я вам в этом видосе просто посоветую. Просто приобретите Иксбокс Геймпасс Ультимейт. Используйте буст и не парьтесь. Почему именно её? Во-первых, это дешевле. Во-вторых, в этой подписке есть все подписки, которые вообще есть для Иксбокса. Это решение самое разумное и самое дешевое, потому что купив подписку Ультимейт, у вас будет просто куча игр. Туда добавляются старые, туда добавляются новые игры. Короче, я думаю, что вы про это уже всё слышали. Единственное, при покупке Ультимейта, при его активации, я вам советую использовать всё-таки буст, потому что это выйдет намного дешевле. Я об этом тоже очень много рассказывал. Тоже ловите видос, можете его посмотреть. Там, в принципе, всё подробно рассказано. Ну а если коротко, то используйте такую стратегию. Иксбокс Лайф Голд на год, Иксбокс Лайф Голд на год. И потом вы активируете Иксбокс Гимпас Ультимейт, и у вас всё это становится Ультимейтом. Предложение очень выгодное. Оно официально подойдёт как новичку, так и старому пользователю. И если что, такую процедуру можно повторять 2-3 раза и так далее. Да, раньше была новость о том, что бустануть можно будет всего лишь один раз, но нет, работает и два. Поэтому юзайте, пользуйтесь и экономьте. Просто самое главное в этой процедуре, это закончить тогда, когда у вас закончится предыдущая подписка Ультимейт, немножко подождать и заново провернуть эту процедуру, и у вас получится буст второй раз. Гарнитура. Это, пожалуй, также один из важнейших элементов начинающего Иксбоксера, поскольку при помощи него вы полностью погрузитесь в игру, при помощи него вы будете слышать, кто где находится, где кто там, я не знаю, сидит, бежит и тому подобное. Тут, короче, помогает в мультиплеере. Но самое главное, через гарнитуру вы будете общаться с другими игроками. Ранее, во времена Иксбокса 360, Иксбокс Ван, если честно, я не нуждался в наушниках, я слышал звук через ТВ, общался через вот такую гарнитуру одноухую, и, в принципе, ну как-то не особо мне были нужны наушники. Если что, кстати, вот такая вот одноухая гарнитура, она сделана только для общения, и там нету звука для игры. Вот просто запомните, потому что многие спрашивают. Я, кстати, сменил три таких гарнитуры, не советую их брать, потому что они часто ломаются, плюс у вас не будет звука игры. После очередной поломки я понял, что лучше все-таки раскошелиться купить нормальную гарнитуру. У меня появилась вот такая вот гарнитура, она беспроводная, офигенская, она мне нужна была бы и для стримов. В итоге, короче, я взял и вообще не прогадал, вот по сей день я ей пользуюсь, и, ну реально, очень хорошая гарнитура. Вообще, гарнитур для Иксбоксов очень много. Единственное, в нынешнее время их не так легко найти. К примеру, та же гарнитура от самого Иксбокса в данный момент просто отсутствует. Но чтобы ознакомиться с доступными вариантами, советую вам просто зайти на Е-каталог. Вам покажут все возможные варианты, там вы сможете выбрать бренд, почитать технические характеристики, если вас очень интересует поддерживаемая частота, а также тип наушников, а именно проводные или беспроводные. Можете, естественно, промониторить цену, самые выгодные предложения, узнать об изменении цены, ну а самое главное, подобрать для себя самый наилучший вариант. Чтобы вам проще было все это найти, воспользуйтесь фильтрами. Также хочу отметить, что Е-каталог стал шире и теперь доступен для зрителей Казахстана. Если что, ссылку на него я оставлю в описании, поэтому переходи и выбирай то, что тебе нужно. Единственное, при выборе гарнитуры обязательно смотрите на совместимость, либо на коробке, либо где-то в характеристиках должно быть написано Иксбокс, потому что если Иксбокса нигде не будет, беспроводная гарнитура может не подойти, потому что либо они имеют специальный адаптер, который также входит в комплект, либо они просто имеют совместимость и все. Если гарнитура с миниджеком 3.5 подходит практически для всех платформ, и то нужно проверять, то беспроводные, будьте внимательны, ищите совместимость. Конечно, вы можете пользоваться обыкновенными наушниками, капельками, присоединили к геймпаду и пользуйтесь, но я вам это просто не рекомендую. К примеру, те же айфоновские наушники, они гудят при общении, например, вот такие вот наушники, они имеют очень плохой микрофон для общения, опять же, какое-то эхо, что-то еще, и поэтому я вам настоятельно рекомендую, потратьтесь на хорошую гарнитуру, реально не пожалеете. Во-первых, с подобными ушами вы сможете без проблем просидеть несколько часов за игрой, и у вас не будет какого-либо дискомфорта, как от капелек. Также в подобных ушах хороший микрофон, в котором офигенный шумоподавление, или просто очень четкий, чтобы вас было хорошо слышно. Плюс в таких наушниках чаще всего лучший звук. Конечно, выбор ваш, но со временем вы поймете, что если вы играете в мультиплеер, то без ушей никуда. И, пожалуй, самая главная вещь, которая вам понадобится, и над которой, наверное, будут смеяться все обладатели Sony, это аккумуляторные батарейки. Без них, по сути, никуда. Да, вы можете использовать геймпад, если вы просто присоедините провод, но, опять же, если вы подключите гарнитуру с 3.5 миниджеком, она будет у вас немножко жужжать. Плюс, как бы, в 21 веке все-таки хочется беспроводной геймпадик. Многие, наверное, наслышаны про классический аккумулятор Xbox, но, если честно, он меня не впечатлил, потому что прожил, на мой взгляд, он очень мало. Сейчас он живет, я не знаю, минут 5-15, и дальше просто вырубается. Плюс его можно использовать только в геймпадах Xbox. Кстати, обращаю ваше внимание, если вы на Алиэкспресс берете не классические аккумуляторы для Xbox Series, то подходят не все. Для Xbox One аккумуляторы не подходят, потому что чаще всего они имеют другую крышку. И, несмотря на то, что новый и старый геймпад Xbox Series и Xbox One особо не отличается, задняя крышка от него не подходит, поэтому будьте внимательны. Поэтому, когда вы выбираете аккумуляторы, смотрите на то, чтобы там было подписано, что это аккумулятор под Xbox Series. Иначе он может просто не подойти. И да, ловите мой промокодик на первый заказ, он поможет вам сэкономить, если вы будете заказывать что-то с Алиэкспресс. Вообще, я лично советую такие вот аккумуляторы на батарейке, потому что это реально хорошее решение. Оно дешевое. Такие батарейки реально очень долго живут, потому что они были подобны у меня со времен Xbox One, Xbox 360. Вы прожили, по-моему, такие вот батарейки у меня больше, чем 7 лет. Ну, это реально срок. Плюс вы их можете засунуть куда-нибудь там в пульт или в другие вещи. Самое главное, кстати, не покупайтесь с такой вот док-станцией. Поскольку она у меня сломалась где-то спустя полгода, у меня отвалился там USB-вход. Короче, лучше немножко потратить побольше, да, и купить с нормальной док-станцией. Также новички иногда задают такой вопрос, а стоит ли покупать Elite Controller? Знаете, скажу так, этот геймпад реально хорош. Он с офигенным комфортом, с классным видом и так далее, но из-за того, что он ломается практически так же, как и обычный, ибо у него облезает софт-тач, отваливаются кнопки, западают точно так же, как у обычного. На мой взгляд, он не особо подходит обычному пользователю. Обычно он нужен тем, у кого есть лишние деньги, кому нужен нереальный комфорт и кому нужны дополнительные кнопки. В остальных моментах вы сможете без проблем растаскивать и на обычном геймпаде, поэтому смотрите сами. Также в этот вопрос можно приписать внешне жесткий диск, чтобы расширить себе память. И тут я скажу так, если у вас хороший интернет, и вы играете не в особо много игр сразу, то вы можете его первое время не покупать. Если у вас все-таки память кончается, вам ее не хватает, то купите и не парьтесь. Короче, здесь просто решите сами. Что касаемо остального, а именно монитора, игрового кресла, что-то другого, решайте сами, потому что то, что самое необходимое, я уже назвал в этом видосе. Да, без всего этого вы тоже сможете пользоваться иксбоксом, играть и так далее, но поверьте, это реально важный стартовый набор, который в дальнейшем вам подарит только комфорт. На этом, в принципе, все. Обязательно пишите свое мнение насчет этого, чтобы вы посоветовали брать новичкам. Если вам видос понравился, ставь лайк, подписывайтесь на канал, и большое тебе спасибо за просмотр. До новых встреч.